Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Расскажу вам, как мы отдыхали в Турции, в городе Кушудасы, отеле Асена. Отель Асена находится на первой линии. Здесь буквально 30 метров до моря. Огромный пляж общественный. Здесь можно отдыхать бесплатно на своем полотенце или же брать платные лежаки. Море мелкое. Правда, не особо оказалось теплое. Итак, о плюсах Асена. Как я уже сказала, плюс это первая линия. Второй плюс, как нам показалось вначале, что это... Столовая находится под крышей. Завтрак нам очень понравился. Был шикарный вид. На завтраке было не жарко, вкусный завтрак. Но на ужине в 7 часов вечера солнце жгло неимоверно. Было очень душно и жарко ужинать. И вид уже нас не радовал, скажем так. Ну, на этом плюсы отеля заканчиваются. Начинаются минусы. К минусам относятся отсутствие территории. Малюсенький номер. Очень маленький бассейн. Очень маленький бассейн. Хотя вид с бассейна красивый. Бассейн находится рядом со столовой. Вверху отеля на крыше. Ну, кроме красивого вида, там больше нет плюсов. Почему еще мы выбрали отель Асена? Когда мы смотрели на карту Кушудас, то создалась иллюзия, что прямо от отеля Асена можно пешком по набережной попасть в центр города. Но это оказалось не так. Пешеходная зона с отелями, где мы отдыхали, она занимает примерно 400-500 метров. И все, она заканчивается. Дальше по набережной пройти невозможно. Если идти пешком, то это очень большой круг, чтобы добраться до центра города. Или же нужно ехать на маршрутке. По-моему, маршрутка стоила 2,50. То есть, это 2 человека нас было. Нам нужно было заплатить 5 лир в одну сторону и 5 лир в другую. В итоге, чтобы погулять в городе, нам нужно было заплатить 10 лир. Еще скажу насчет ценовой политики. Почему-то в Кушудасах отели в целом дороже процентов на 30, чем в Бодруме. Я не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, это есть такой неприятный факт. Поэтому стоимость отдыха в отеле Асена смотрите на сайте отеля. Расскажу отдельно о пляже. Пляжи, я вам сказала, что напротив отеля, недалеко, нет машин, не загазовано. Просто, что идет подмес воды. Вода не везде теплая и многовато людей. Но пляж, который в центре города, возле огромной набережной, я вам вообще не советую. Там грязно, там же порт рядом. И машины ездят... Ну, тот пляж совсем плохой. Зато сложилось с экскурсиями. Отсюда мы ездили в деревню Шеренже. Там покупали очень вкусное вино, гранатовое. Отсюда ездили самостоятельно в Эфес. Почти каждый день ездили в Милипарк. Там шикарнейший пляж. До часа дня местные туда вообще не приезжают. А после часа дня уже жарко. То есть, мы гуляли, когда там никого не было. В этом парке снимали на видео свиней. Забавное видео получилось. Следующее видео будет со свиньями. Об экскурсиях из Кушутас я подробно расскажу вам в следующих видео. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!